Очередную встречу с жителями в формате выездной администрации провели в Краскове. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, сотрудникам правоохранительных органов. С какими проблемами обратились жители, расскажем в сюжете. Зал 56-й гимназии едва вместил всех, кто пришел с наболевшими вопросами. Обеспечение лекарственными препаратами, льгота на оплату детского сада, заключение договора на электроснабжение для СНТ. Многие вопросы решили на месте. Я сегодня пришла по поводу опеки. Вопросики решились быстро. Очень пригодилась выездная администрация. На самом деле я сегодня здесь первый раз. Ну, я думаю, по всем вопросам сюда можно обратиться. Крайне удобно. Все в одном месте, все представители, все замы. Очень вешливые. Разъяснили. Завтра мне, по-моему, вопросы перезвонят и дадут более понятные разъяснения. Активные долголетые из Краскова хотят заниматься скандинавской ходьбой в родном поселке. По словам председателя комитета по спорту Владимира Суркова, в их распоряжении стадион «Электрон». Жительница микрорайона Коренева Галина Ефремова пришла сказать спасибо. Три месяца тому назад, после ремонта в магазине «Магнит» сняли банкомат. Обещали поставить. Но пока мы не обратились в администрацию «Люберец», мы только получили, если по-русски говоря, отписку. Вернули его буквально месяц назад. А сегодня уже там деньги есть, народ пользуется. Спасибо. На встрече рассмотрели вопросы по освещению колхозной улицы в Краскове, установки автобусного павильона на улице электрификации, вывоз мусора с территории СНТ «Березка». Обращение зафиксировали и взяли в работу. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.